дельта а еще дельта плюс друзья традиционно андрей березовский канал хэксплор канал про здоровье мы говорим сегодня про вирус дельта очень коротко очень информативно очень понятно обязательно подпишитесь на канал потому что про дельту сейчас все говорят сейчас говорят что большинство тех кто заболевает это дельта давайте коротко разберем что такое дельта сколько она заразная насколько тяжелее протекает болезнь и чем она отличается в симптомах чем это чревато для привившихся какая сегодня есть информация в мире по этому поводу вообще стоит ли носить маски собственно и стоит и продолжать вакцинироваться своите до конца это андрей березовский и так что по дельте дельта понятно что новая мутация вируса понятно что она произошла где-то там в индии судя по всему понятно что сейчас когда секвенируют больных видишь что в основном это уже дельта много кейсов англии много кейсов сейчас в израиле в украине тоже находят дельту какая проблема самая большая проблема что дельта легко проходит барьер антител заразность у нее намного выше чем у простого вируса еще давайте упростим есть раньше помните говорили я много говорил своих роликах можете посмотреть что надо принять какую-то дозу вируса по сути чтобы он попал к масс и тогда вы заболеете то есть она прям большую дозу татан не важно сколько сейчас единицу давайте представим что вы приняли 100 единиц так вот с дельтой чтобы заразиться что пошел процесс что meidän организм не справился такс дельта надо в 10 раз меньше то есть надо их всего 10 единиц по некоторым данным даже до 20-ти раз меньше есть там было раньше 100 вирусов лжу в 100vin у הר Сахcht garanters 10 вирусов 10 единиц вируса чтобы пошел процесс заболевания один неприятный момент то есть за разность от аген но если вирус намного выше поэтому Опять бьют в колокольчике все ученые По симптоматике Я говорил с разными врачами Кто дежурит в ковидных стационарах Симптоматика немножко отличается Какая характерная была симптоматика, когда я болел Слабость, немножко ломота в теле Особенно в пояснице Какая субфибрильная температура Вы знаете, что это небольшая температура До 37-37,5 То есть такая вялотекущая Отсутствие обоняния и так далее Сейчас немножко все более агрессивно Головные боли, боль в горле Что раньше практически не было Возможно выраженный даже насморк Что тоже раньше не было Чем мы отличали вирус коронавируса от простого гриппа Мы говорили, что нету насморка Ну и проблемы с ЖКТ Более активные тут проблемы Послабление желудка и так далее Такой сейчас вирус Дельта Клинически, когда это врач определяет по симптомам Врачи уже научились определять Дельта Дельта более динамична Именно врачи рабочие в стационаре В стационаре, как вы понимаете, попадают люди уже с осложнениями Раньше они могли какое-то время раскачиваться Болезнь давала им шанс понять, посмотреть Посмотреть человеку, не сразу давать какой-то набор Мощных лекарств или стероидов, точнее гормонов Сегодня Дельта практически не дает раскачиваться Если раньше мы видели усиление какой-то болезни Или там пик на 8-й, на 10-й день, на 12-й день То сейчас с 5-го, 6-го дня даже клинически еще человек нормальный Мы видим довольно-таки сильные обалы Врачи видят сильные обалы этих пациентов С резким падением сатурации Невозможностью сбить температуру и так далее Поэтому об этом думайте По тяжести тоже довольно-таки сейчас разные показатели Скорее, тяжесть с точки зрения осложнений Ну и летального исхода Она одна, но динамика другая То есть он более динамичный И отсюда, конечно, очень быстро должны приниматься решения врачами Нет времени И отсюда, возможно, и последствия у Дельты более плачевны Тяжесть по некоторым оценкам такая же По некоторым оценкам в 2 раза выше и так далее То есть тяжесть с точки зрения попадания на ИВЛ В стационары, на ЭКМА и так далее О чем говорят сегодня уже исследования того же Англии, Израиля и так далее Что все провакцинированы все понятными вакцинами То, что вакцинируют в нашей стране И Астрозенека, и Модерна, и Файзер Все там в 97-95% защищают от тяжелой формы заболеваний То есть попадание, по сути, в стационары и так далее, и так далее, и так далее На ИВЛ и так далее То есть мы, по сути, естественны Конечно же Если у нас есть антитела, отличная после болезни Если они начали падать, мы вакцинируемся Если есть возможность вакцинироваться, мы тоже вакцинируемся Потому что Дельта не даст нам шансов Еще в особенности Дельты Понятно, что сейчас немножко группа помолодела Некоторые ученые в Израиле, в частности, выделяют группу 20-50 лет То есть понимаем, что раньше был стандартный уханьский вирус Это была более старшая группа Антитела даже переболевших или вакцинированных Он проходит этот барьер довольно-таки легко Что делать по Дельте? Делать, собственно говоря, то, что мы и делали последние полтора года Ограничение контактов Понятно, что проветривание Как любит Комаровский говорить Проветривание помещения Это правильно, это всегда работает Встречи на свежем воздухе, пока погода позволяет К сожалению, местами маски К счастью, наличие у нас сегодня есть выбор с вами вакцин Наверное, какого выбора вакцин нет Не в каждом стране мира на сегодня есть вакцины Добились, наконец Когда начнется активная фаза Дельты Уже и вакцин не будет так много Идеальное время, конечно, принимать решение по вакцине сейчас, естественно Кстати, давайте еще небольшое отступление Откуда Дельта? И откуда там Альфа была до этого? Еще какие-то Да сейчас уже Дельта Плюс, говорят, есть Ты вообще какой-то мод Дельта Плюс То есть, ну, вообще какое-то спецподразделение, блин, ковида Скоро будет Альфа подразделение, Дельта подразделение, да? Морские котики скоро Вирус, чем дольше он в организме И чем больше он в разных носителях И чем дольше, тем больше шансов на то, что вирус мутирует Вирус, что такое мутация? Это приспосабливание к разным ситуациям Адаптирование, убирание, скажем так, неэффективных частей вируса Добавление вирус более эффективных для выживания вирус Представьте, то есть, раньше мы болели 2 недели, 4 недели Большим количеством людей И вот он никто не лечится Его еще не атакуют наши антитела Потому что их нет Мы переболели, все нормально Но вирус мутирует, понимаете? При наличии антитела, либо после болезни, либо после вакцинации Вирус, попадая в организм, атакуется сразу антителами То есть, вы же понимаете, что 2 недели вирус в организме Или там 4 дня, это огромная разница И поэтому и мутаций будет меньше Друзья, то есть, фактически наличие антител Переболевшего, либо вакцинированного Уменьшает количество мутаций Но вирус мутирует, понимаете? Вы даете им шансы Я не хочу шансов, мне надоело Многие вообще все поотменяли к чертовой матери В прошлом году Конечно, я не хочу таких годов Больше Давайте справимся И с Дельтой, и с Дельтой Плюс И с морскими котиками Короче, будьте, как морские котики Имейте антитела Если у вас нету их Вам надо их откуда-то взять Шанс один вакцинироваться Когда вы, кстати, вакцинируетесь Вакцинируетесь Вы же там информационное согласие подписываете? Подписывайте Я вот подписываю? Подписываю И на мой канал тоже надо подписаться, друзья Да, информационное согласие Потом мой канал А потом акцинируетесь Друзья, здоровья! Андрей Березовский, канал Хэксплор Будем на связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok